АПЛОДИСМЕНТЫ Он и его семья проживали в этом доме до 1917 года. А после революционных событий здание было передано советской власти. Данный объект у нас, может быть, уникален именно в том, что это фактически последний из домов в городе Якутске, именно до летционного периода, который сохранился в сравнительно хорошем состоянии. И это один из тех примеров богатых домов в городе Якутске. То есть есть наличники прекрасные, есть водостолки, есть каблучки. Очень много тех аспектурных решений, которые были очень модные в конце 19 века, начале 20 века. В доме Лепчикова была специальная комната для прислуги, конюха. Кроме этого, в его поместье находилась отдельная конюшня и даже доходный дом. То есть дом, который приносил семье доход. И поскольку в то время жилищный вопрос стоял крайне остро, даже руководителям областей приходилось снимать себе жилье. Именно в начале 20 века в этом доме проживали такого уровня, как вице-губернатор. То есть вполне возможно, что вот сто лет назад, когда произошла наша февральская революция, и руководил, исполнял обязанности губернатора, это как раз вице-губернатор Тизенгаузин. Вполне возможно, что как раз он жил именно в этом доме. Дом Лепчикова находится на пересечении улиц, ранее носившие названия «Полицейская» и «Заложная». Он был построен якутскими плотниками, которые отразили в постройке народное творчество до революционного времени. Сейчас же по этому адресу в трех квартирах проживают три семьи, заселившиеся в дом примерно 60-х годов прошлого века.